МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этот ролик посмотрели в Беларуси более миллиона человек. Рекорд не столько из-за количества зрителей, сколько из-за интереса, который вызвал Могилевский международный инвестфорум у бизнес-элиты Беларуси и зарубежных представителей, что не могло не сказаться на его результатах. В 8.45 самолет премьер-министра Литовской республики коснулся посадочной полосы Могилевского аэропорта. И уже через пару минут Альгид Расбуткевичес в сопровождении Петра Рудника осматривали достижения тяжелой промышленности региона, которая, кстати, есть, что предложить зарубежным партнерам. На выставке сегодня предоставлено три образца. Два для перевозки грунтов, песка, сыпучих материалов. И одна машина для перевозки горных руд. Процесс модернизации на заводе Кирова в разгаре. Декабрь станет его новой вехой. Линейка будет немножко раздвигаться в сторону увеличения грузоподъемности подземных машин. Здесь представлена машина 40 тонн разоподъемностью. Заканчивается сборка на заводе 50 тонн. Только сегодня техника уже перерабатывается под новые требования технический регламент таможенного союза. Поэтому все машины будут класса Евро-3 и системой безопасности Форбс Робс. Для сельского хозяйства весь в разработках Бобруйская громаж. Поставляет технику в Финляндию и на весь постсоветский простор. Весь шлейф кормозаготовительной техники. Это начиная от скашивания, качая раздачи на фермах. Основной рынок это конечно Россия, Казахстан. Значит Украина, ну немножко поменьше. Туркмения, Прибалтика. С Прибалтикой у Могрёвского региона вообще тесная связь. Только с Литовской республикой в этом году наторговали на 60 миллионов долларов. Экспорт увеличился в два раза. Конечно, это не предел, заметил премьер-министр Альгид Расбуткевичус. Сначала посещая завод по производству мебельных деталей для Икеи, а затем и на большой встрече с участием бизнес-кругов Белоруссии и Литвы. И хочу только обратить внимание, что для активного и успешного двустороннего сотрудничества, конечно, необходимы хорошие условия, хорошие инвестиционные клипы, неприменение каких-то ограничений. И я думаю, что такое сотрудничество, оно будет способствовать снятию подобных вариантов. Это можно сравнить с некой ездой на велосипеде. Надо все время крутить педали и бизнесу, и правительству, потому что если это не делать, то можно просто упасть. Но я думаю, что вот эта интеграция двух больших экономических образований, Европейский союз и Евразийский экономический союз, и мы вот своего рода два государства, Беларусь и Литва, это некий, так сказать, связующий мостик вот в этих отношениях. Беларусь у Литвы десятки стратегических партнеров. Отказываться от нас никто не собирается. Наоборот, например, предложили нашим строителям заработать в Литве, утепляя их дома. На данный момент стоимость подписанных договоров о революции многоквартирных домов и общественных зданий составляет 8% оборота строительного сектора нашей страны. То есть более 7 миллиардов литв. Приглашаем и белорусские строительные фирмы участвуют в бендерах и работают в Литве. Время, когда торговали сырьем, прошло. Теперь в приоритете готовая продукция и желательно инновационная, заметил руководитель области, открывая форум. Наша цель заключается в том, чтобы придать Могилевской области статус территории приезжающего развития. Более 100 предприятий представили свою продукцию на инвестфоруме Могилевская область. Путь к успеху. От разработок университетов до ноу-хау к рифеев тяжелой промышленности. Вот уже посол Китайской Народной Республики живо интересуется производством технологита. Наш резонный вопрос. Присматривайтесь, что могут конкуренты? Или хотите сотрудничать? Я не вижу, какие конкуренты. Это именно я ищу возможность сотрудничества. Потому что некоторые, многие, итальские бизнесмены и предприятия обращают ко мне и спрашивают, рекомендовать конкретные объекты. И поэтому я специально посмотрю, я смотрю на технологии. Это передавая, мировая такая технология. Это думает, что для нас, может быть, наши бизнесмены, компании, предприятия, возможно, иметь интерес, чтобы вместе, совместно наборать. И Технолиту есть что предложить. Впервые в истории двигателя строения мы сделали биметаллические гильзы цилиндров. Это революция. Маленькая, но революция. Для танковых двигателей стальные гильзы мы заменили чугунными. У них ресурс работы выше, а механическое свойство не уступает сталинам. В результате они оказались дешевле. Поэтому сегодня на них тоже спросим. Так неужели и крепким предприятиям тоже нужны инвесторы? Большинству сегодня производителей инвестиций нужны. Особенно в стране, где очень дорогие кредитные ресурсы. А у нас в стране, к сожалению, они дорогие. Поэтому даже с этих соображений каждый производитель заинтересован инвесторами. А в это время в конструкторском бюро самого Технолита тишь, правда, обманчивая. На самом деле кипит работа. В умах инструкторов. Ведь миру постоянно нужны новые товары. Старыми уже никого не удивишь. Да и рынок не завоюешь. А значит, не заработаешь. Вот и рождаются уникальные не только для белорусского рынка детали. Рассказывает инженер Денис Цикавец. Данный тип гильз используется на военной технике. Это БТРы, танки. Также они находят широкое применение и в промышленных установках. Это компрессора на базе двигателей для военной техники. Это теплообменник для военной техники, военной промышленности Российской Федерации. Используется для охлаждения размещенных на поверхности всего теплообменника электронных компонентов. По большому счету, где это может использоваться? Военная техника. На Байконуре. На Байконуре, да. На самом же производстве за последнее время произошли грандиозные изменения. Приобрели не без поддержки область полкома вакуумную камеру. Металл в нем подвергается ионной бомбардировке, удаляющей дефекты поверхности. Совместная разработка технологии Академии наук. Кстати, впервые применяется в двигателе строения Беларуси. На круглосуточную мощность вышел корпус обработки металлов. Кстати, все детали сделаны из металлолома. Абсолютно безотходное производство. Стружка снова идет в дело. Но вернемся на выставку своего рода ВДНХ регионального масштаба. Этому фонарику на колесах нет аналогов в мире. Разработка СКБ Белорусско-Российского университета. На нее крепится видеокластер с видеокамерой. И далее тележка, значит, осуществляет транспортировку этого видеокластера по трубопроводу. Ну, может, за рубежом такое есть, наверное. За рубежом есть, но образцов именно небольших со съемными кластерами, в принципе, пока нет. А это изобретение – плавающий видеомодуль. Чтобы находить повреждения в трубопроводах, заполненных водой, тоже разработка СКБ. Теперь рассчитывают на инвесторов. Такое стремление могилевских предприятий не могли не заметить инвесторы. Как результат, за последние пять лет заключено более 200 договоров на сумму более полутора миллиардов долларов. В деревообрабатывающем кластере успешно работают и ВМГ, и Мибилайн, и Кроноспан. Начало строительства первого в Беларуси завода по производству смол для этих предприятий. Строится завод по производству технического углерода. И вот уже чешские инвесторы спешат вложиться. Первый проект предполагает создание производства бумаги основы для декоративных облицовочных материалов на рук завод газетной бумаги в городе Шклов стоимостью около 70 миллионов евро. Второй касается строительства компании Bauer Technics свинокомплекса для Бубруйского КХП стоимостью 35 миллионов евро. А еще расширение мощности компании Servalux по производству мяса птицы, строительство гидроэлектростанции в Черехове и Быхове, создание контейнеров от терминала в Могилеве и перерабатывающего предприятия на полигоне бытовых отходов в Могилевском районе. А еще производство упаковки дымоходов для газовых котлов и переработка цветных металлов. Мы сегодня подписали 4 соглашения. Сумма инвестиций по этим соглашениям оценивается порядка 40 миллионов евро. То есть это действительно значимый результат данного инвестиционного форума. И то, что именно СС Могилев стал куратором многих проектов неспроста. Таможенные налоговые льготы, выгодное географическое положение. Белиссимо, говорят итальянцы. Так как российский рынок очень обширный, там очень много предъявителей именно его продукции, поэтому он считает нужным приблизить свое производство именно к конечному производителю. Компания «Арви» литовская, которая будет инвестировать в строительство завода протеинового на белозыноческих землях, а также инвестировать в строительство предприятия по производству мяса индейки в Климбовичском районе. Но среди инвесторов не только новички, готовы продолжать развивать свой бизнес, уже получившие постоянную прописку в регионе известные бренды. И компания присутствует «Хайнекен», она готова инвестировать в свое производство, в развитие пивоваренной отрасли. На следующий год планами предусмотрено более 100 миллиардов белорусских рублей. Как говорят в бизнесе, время и деньги. Вот уже на уровне губернатора решается, каким проектом стартовать уже завтра. Одно из направлений, которое, к сожалению, пока не начало реализовываться, но тем не менее мы в нем заинтересованы, это строительство сахарного завода. Довольно перспективными могут стать совместные участия в восстановлении торфопереработки в малых городах, строительство гидро- и солнечных электростанций. Аэропорт же Могилёв может стать одним из пунктов по приемке китайских товаров и дальнейших отправки в другие страны. Например, мы сможем купить в вас сыреско-хозяйственные продукты. Сухие морога, сыр, масло и так далее. И кроме того, у вас тоже есть хорошие промышленные продукты или технологии. А вот как увеличить товарооборот с Чешской республикой, шел разговор на встрече могилёвского губернатора с Гетманом Устецкого края. В этом году товарооборот между Чешской республикой и нашим регионом составил более 20 миллионов долларов. Мало, уверены обе стороны. Мы имели возможность с паном губернатором говорить. Мы считаем, что здесь есть возможности сполупрации в области среднего школьства, в области культуры. А при навшиве пана губернатора у нас в Устецком крае будем говорить о возможности господарской сполупрации. Что касается нашей Могилёвской области, я ещё раз подчеркнул о том, что логистика, близкое расположение к московскому региону, это сегодня важно для того, чтобы производить совместно товар и реализовывать на этих рынках. Более чем на полмиллиарда долларов потяжелел инвест в пакет Могилёвской области. Благодаря международному форуму. И самое главное, это реальные деньги, которые будут вложены в экономику региона уже в ближайшее время. Редактор субтитров А.Семкин